эльга и сумички мы продолжим про дитеру под названием гриф он кинка epic так мы прошли с вами получается джунгли и у нас открылась так сказать 4 новые локации это у нас мелких какой-то по ходу обычный город ведьминская башня а викинги и пираты ну что я думаю в принципе давайте начнем с пацанчик а потом ведьма викинг и пираты поэтому полетели до проходим также на рыцарь а я и забыл закупиться вот черт ладно саванна мандар вау 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 чё а чё так сложно я зато на них на фармиться можно в принципе не фигня все-таки этот предмет мне не понравилось этом будем использовать меч но как меч он лучше тем что что ау это знаете как летащие мозги она лучше отсюда начать убивать а ну вам сюда в принципе а елки-палки надоели ух ты шьё я думаю мне зелье должны хватить а теперь я даже не уверен хватит не хватит что я тупанул блин нужно не забывать где хэкбокс находится там хэпэшка была окей но мы прошли первую часть если это можно так назвать то да 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 это что так сложно вот типа ссылка на дома а ты надо ел со своими камнями чертов гигант а ни хера ребят я думал он типа дольше ты холм ни хера не дольше мясо саду зелья это очень плохо ну если считать у меня остался на хп гигант никто не пройдет мне нужно поговорить да с давидом никто не пройдет не понимаешь он может быть в опасности никто не пройдет у него глаза светится черт с тобой вижу тоже результат действия проклятия и давид поставил тебя охранять это место да никто не пройдет хорошо я понял я избавлю тебя от мучений а вот теперь ах ты шелки палки так подожди а что у меня позелим хотя бы подожди как там это менять спутники говорится не уверен лучше выжить так зелье давай попробуем ну да против него лучше вблизи атаковать я не поможет знал бы я знал бы я вот так все будет а я что не знал топ-оп пахелом не по нулям охренеть 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 а кстати давай я наверно другого возьму спутника а то от этого польза нулевая хотя от этих тоже польза нулевая вот какой черт а так быстро вытащился короче надо когда момент с этим вытаскивание копий по земли надо вообще земли не прикасаться но у меня минус контишка все равно никто не пройдет возвращайся в могилу ты и так наполовину мертв никто не думаю можно сделать вывод что за всеми этими демонами и големами стоит давид не пройдет он должен быть использует закрещенную магию надо спешить да надо спешить надо сейчас мне в этот слетать ворот и купить елки если довольно быстро не хочу отъехать храм давида не там было не сказал не храм давида подожди вернуться на да так но микрофон нормальная работа думаю думаю что нам надо рынок нет 1200 только так щелки купил нет в наличии смысл а у меня два куплю на на ярость да так 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 по максимум вот эта полезная штука в плане того что я могу себе это сразу восстановить все питомца чтобы он не возрождал это довольно очень полезная вещь я наверно еще сразу прокачаю чтобы дождь быстрее хотя она 1000 стоит увеличит скорость волны назад и купим сейчас себе два зереца и отправимся взяли я буду покупать на только два можно хорошо в принципе как то так поэтому полетели дальше да сложно 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 а если мне все контишки закончится что будет будет скорее всего жопа я буду играть на легкая ребят сложно те они на ты у которой я играл так стопе 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 мне нужно бессмертие да какой чёрт заперта да а у меня фига все равно сбрасывается смысл меня подождите от меня тогда в принципе да тогда в принципе смысл рели менять не нужно ворота как-то открыть я использовать забыл хилл у меня контишки восстановили заметьте а то есть я думал я типа навсегда уже умер а а и 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 Малак! Ну мы пойдем через окно, как насыщий герой Вито Ну какого черта, ну какого черта Ну ладно! шок-контент я еще яйцо не нашел но это способность улюбить крут кто же еще мог использовать просто так хилку тоже если я пока я а заметьте что без разницы в какую сторону давать влево он не сложен он заеб чай слишком быстро такой я сразу это понял спасибо спасибо фига кажется камень зато нашел руна харизмы скидки на 10 уторвался катарист вступил в бой со своим фантомом и одержал победу он почувствовал себя новым человеком и вместе с приспать присоединившись а к нему учеными явил людям дар чудовищного исцеления и стал их королем вскоре всем возрасте 15 лет были связаны носить этот амулет чтобы завершить ритуал перехода владельца амулета должен был победить своего фантома это обычно и поддерживалось годами и после него каждый мог использовать силу магической магических камней преступления война и насилия были искали коренины люди стали назвать себя очищенными и на протяжении столетий они вместе шли навстречу лучшему будущему а так вот я просто сразу скипал камень вон она что так у нас осталось с вами две хилки и четыре контички ну как я понял контички восстанавливается значит ребят это вообще не страшно а 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 к чу и попался под камень раз все а учиться я нахер о мне вон хотя подождите я же не знаю где именно короче это это странная статуя блин он такой китай здесь стоит и да здесь походу я понял он ваншотнул меня я понял да я уверен замечу что камень и мне остался за 500 я уж камень если его можно лучше дорогу вот он все равно это сильно для меня враги жесткие а до контешки восстанавливаться ребят то это не то место откуда я это ж я сколько сейчас всего пропустил елки-палки вон оно что а я то думаю какого черта сейчас глазики будут ладно хоть отхилился вот отсюда да и дошел он умеет теперь хотя бы хилки полу полная картишка и боксе вот эти просто ненавижу вот Продолжение следует... 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 там подожди спутник зелья а не возвращать ни хера у тебя ты придумал ни фига он придумал нет мои демоны мои големы вы все подвели меня прекрати это давид ты был одним из лучших среди нас и всегда служил нам примером но я был один всегда один и я не могу тебя помочь с этим ау я могу очистить тебя и а где дальше диалоги мне бесит то что здесь типа моего числе и что здесь как будто некоторые диалоги вообще просто не существует а да 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 вы получили прощу опять и понимаете в чем херня то есть он скорее всего что я сделал извини вот тебе оружие если что защитим бла-бла-бла еще 500 у нас сразу пойдем за зеленью первое что нужно сделать петель и дальше мы купим с вами урон давайте я попробую еще купить это зелье это полезно что просто что уменьшать их бокс наш велич скорого становления тоже полезно в какой-то степени только так теперь идем в магию смотрим что в магии нам предлагают но на 33 минут уже прошло ну да рывок мне нужен однозначно и сейчас будем смотреть кто у нас что вообще есть как тебя зовут давид правочник давид мелех дави это можно охарактеризовать как образцового гражданина королевства ранних лет он усердно работал и протягивал руку помощи нуждающимся но как ни странно он всегда чувствовал себя чужим когда он достиг пол полнолетия родители сказали ему что он не был их законорожденным сыном но принесли к ним умирающая жена с далеких земель аниме лишь предположениями и рассказами о родителей давид обратился за помощью королем по воле судьбы король был в беде и нуждалась в помощи давида дочь короля похитили дракон и давид незамедлительно присоединился к компании героев которые победили чудовище и спасли принцессу окей так был аритана аританская покинет свою герою в поисках это было вот был так мазурная бухта мимбар дамы да мимбар черт чертенок аксари это маленькое создание из подземного мира самость самая слабая из демонов возможно его размеры вводит в заблуждение а на самом деле он самый жестокий из всех он получает удовольствие нападая и мучер равных себе по размеру например беззащитных животных и детей глиняный голем одно из первых творение давида который он слепил из того что было глины найдено в саванне на так как они не такие крепкие как их железные собратья давиду стало стыдно и он отравил их а отправил защищать их храм от незваных гостей демон танин это знаете быстрее похожий на врага из этого метро 2 не ну кажется игра также да называется а когда давид призвал существо из подземного мира сначала оказались только черти но спустя некоторое время когда его сила возрастала он смог призвать себе на подпомощь некоторых демонов саня чей неустанные глаза никогда не закрывается и все видят эти создания разбирались по всему храму разберлись по всему храму и служат в качестве часовых запускает копья в каждого кто подойдет слишком близко чертенок рафа когда-то он был одним из за акзари он получил особую силу от повелителя демонов и у исцеления кроме того что он лечит союзных демонов вот также помогает лечить замученный до полусмерти создание что их снова можно было мучить а потом у снова и снова безудержное веселье чертенок шелят также бывшие акзари который получил способность защищать других демонов с помощью непроницаемого щита ирония в том что они не могут использовать щит чтобы защитить себя поэтому они обычно первыми или единственные умирают во время встречек и коротких сражений каменный голем вторая попытка давид из заново создать свой народ эти големы шаг в правильное направление они были созданы из камней и могли служить внутренней охраной храма но этого было недостаточно живая статуя останки системы защиты храма эти статуи не выбирают цель но могут быть все отключены и странного зала храма так как давид не любит и звонок гостей он выключил их на полную катушку а включил на полную катушку железный голем попытка номер три это его шедевр крепкий агрессивный угрожающий давид перепробовал все материалы кроме плоти демон ашан эти высокомерные демоны никогда не появлялись на зов давида они появляются и присягали на верность своему новому хозяину только тогда когда все было готово и оставалось сделать финальные штрихи верность у которой в уром времени истекать срок годности но сперва не отправились встречать незваного гостя и кто теперь смеется последним демон и али воплощение злости эти демоны похожи на козла но является чисто злостью и жестокостью они питаются энергии земли земли и всегда что-то жуют куда бы они не ступили всюду есть чем поживиться стоит ли упоминать что они еще бы бодаются и насмехаются гигант одна из до последних попыток давида создать новую жизнь когда-то он был опасным противником главным защитником храма демонические слуги давида подняли его из могилы и теперь он нападает на каждого кто оказывается в поле его зрение и никогда не пускает через главные ворота его чувство ненависти было настолько сильным что он нападал на нового хозяина при любой возможности и его пришлось приковать цепями к земле давид мелых темный я в пращу обэна давид почувствовал прилив гордости и уверенности и вместе со своим львом ареи отправился на поиски в своей родины он обнаружил лишь пустонные руины после этого он потерял рассудок и в вазе возомнив себя господином богом попытался вернуться к жизни своей народ с помощью темной силы вместо умерших людей он призвал големов и демонов которые теперь правит правит своем храме а какие что у нас там еще осталось наряжение да кажется что дали мне и нами бла-бла-бла-бла-бла а чё и и даже поймать не перевели на русский этаж как же было по 2 разра ну кто переводчиком перевести эту херню типа это веревка как на который цепляется камень и наметается там просто бла-бла-бла-бла-бла так было 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 руно харите вы это равно сделает из вас мастера эстетика и светской болтовни научили торговлю так научит торговаться хоть с дьяволом и превратит вас магнит для противоположного пола арманов и торг торгаши такая популярность может пружить вам голову поэтому будьте осторожны локации что это у нас было джунгель херни риме синглёрт а ванна была саванна мина мид бар расположены неподалеку от королевства вайландская вот деревья здесь не продах а здесь короче для деревни плодородные реки почти высохли а почва твердо как скала эти земли давно из оставлены на произвол судьбы но если приложить усилия эти земли могли бы процветать вот так вот ребят поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на кого комментируйте здесь принципе просто кратенькая история который мы прочли а это я пропустил поэтому как то так и всем пока